Вот это необычные черенки. Вот человек захотел у меня черенки. Видели выше этот самый? Что я могу сказать? Хожу я по саду, хожу, все знакомо. И вдруг я вижу дерево вот с такими черенками. Я его и так, и пощупал, и лизнул. Что это такое? Считается дерево абрикоса, привито на мазурец. Что это? Он настолько необычен, еще не вижу плодов, оно не плодочное. А хотите поучаствовать в лотерее? Это 150 рублей стоит. Будет шедевр? Будет, не будет. Я вам покажу шедевр ниже. А перейдет нам на разряд шедевра. Уже прививка дает такой шанс. Вспомните Людмилу с Калининградой. У меня байер 60-70 грамм. У нее 130. Вот так вот. А вот это я вам еще маленькое чудо покажу, а потом ближе к телу. Смотрите. Я взял, я был на рынке, рынок Саногорска и поселок Сизая. Так. Значит, 2016 год. Видите, вот написано. 2016 год. Этот, спасибо моему брату Юрию Железу, он выставил, разбил фильмы на два и выставил в Ютубе. Так. И вот там есть эта картинка. Я снимал с экрана для наглядности. Итак, эта женщина. Я вам покажу две необычные вещи. Потому что Елена Савельевич собирается с ними, со всеми познакомиться. Знаете, для чего? Так вот. Эта женщина показывает мне помидор и говорит, что у нее королевский с косточки, заметьте, вырос вот такой вот и показывает размер помидора. Посмотрите, как она клянется. Видели? Я ничего. Вот это вот эта искренность, что да, 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 вот такие. А самое в этом сенсационное. И с косточки, из ее слов. Я же ее не садил туда на рынок, не подговаривал. Хожу и иду себе по рынку, ко всем пристаю. И пристал и с угол. Теперь покоя нет. Где я тогда был в 2016 году? Я думаю, тысячу рублей заплатить за пару веточек с этого. Где вот с косточки вот такие растут. Десять тысяч вот сейчас бы заплатил бы. Понимаете? Вот это богатство народное. В это время наука все еще занимается, то, что я сейчас называю, совершенно бесполезным, ненужным. Я все собрал, чем они занимаются. Потом вместе посмеемся, повозмущаемся. Чем занимается современная наука? И вот смотрите сюда. Мы в Яндекс.Дзене. Как вы сюда попали? Значит, есть два. Я их тоже. Можешь стать волонтерой? Потому что фактически все это бесплатно. Мой брат выставляет старые фильмы. Это ж его работа. Уже забыт был в 2016 году. Забыт напрочь. Выставил по-новому. Ну где? Как обычно на ютубе. Дело сдвинулось. Потом Павел Троцента. Как он умудрился? Каждый фильм теперь автоматом попадает в Яндекс. И теперь у нас никак мы переживаем там 100 или 200 или там 300 просмотров в большинство. Это даже не стоило бы и начинать. Тем более одни и те же. Мы одни и те же. Одни и те же люди смотрят. И вдруг, специально показываю, чуть пролистаю, нельзя обрезать ветки на штамбе дерева. Это моя статья. 24 июня появился вот этот мой фильм. Видите? Мой, подчеркиваю. 53 тысячи просмотров. Юрий Железов. Брат мой, любимый, дорогой. Мы не зря живём на свете. Уже 53 тысячи 473 человека знают, что нельзя обрезать ветки на штамбе. Это не всё. Это даже далеко не всё. 12 комментариев. Знаете, что там это? Как резали, так и будем резать. Всю жизнь резали деревья живы. Где абрикосы в стране? Чего ты там написал? Что ты видел, кроме своего сада? И то с яблонями. Те ещё терпят. Но всё-таки 53 тысячи. Вот. Кстати, сейчас, Арсен, я вас прошу простить. Больше всего я потрачу времени ради ваших писем. Но у меня сложился какой-то порядок. Смотрите. Откуда берётся это? Идиотизм в школьной программе мы посмотрим. Так. Продолжение следует... Продолжение следует...